Всем доброго времени суток, меня зовут Никита, я рад приветствовать вас в нашем чайном клубе на Арбате. Сегодня мы будем выбирать ваш самый первый чайник. Каждый новичок в чайном хобби сталкивался с огромным разнообразием форум, материалов и объемов при выборе своего первого чайника. И действительно, при взгляде на полки с посудой глаза разбегаются. Но не переживайте, я с удовольствием дам вам рекомендации и помогу выбрать ваш первый чайник. Сначала стоит определиться с материалом. Фарфор самый базовый и универсальный. Он хорошо отражает вкус и аромат, не изменяя их, неплохо держит температуру, особенно если у вас в руках чайник с толстыми стенками и бывает самых разных форм. В целом, заваривать в фарфоре можно как и светлые, так и темные чаи. Как правило, фарфоровые чайники более простенькие массового производства с помощью формы и не обладают особо хорошим сливом, могут подтекать из-под крышки, что может очень сильно испортить впечатление. В качестве самого первого чайника не стоит выбирать самый простой и дешевый. Им будет не очень удобно пользоваться, будет сложно вкусно заварить чай и вы скорее разочаруетесь. Фарфоровые чайники среднего уровня найти достаточно сложно. Чаще попадаются либо совсем простенькие, либо уже дорогие, красивые, с ручной росписью. Фарфор, в силу своей универсальности, отличный материал для вашего первого чайника. Но я бы советовал особо тщательно отнестись к его проверке и попросить пролить его в магазине. Еще один важный нюанс. Фарфор — материал, который хорошо держит температуру, но чаще всего чайники из фарфора обладают достаточно тонкими стенками. Такой чайник подойдет больше под светлые чаи, а под темные, скажем, красные шу-пуэры или темные луны — не очень. Поэтому лучше обратить внимание на чайники со стенками средней толщины или очень толстые. Если подытожить, фарфоровый чайник с хорошим сливом толстыми стенками будет универсальной рабочей лошадкой под любой вид чая. В нем не удастся раскрыть чаи по-особенному, он не придаст им дополнительных качеств, но испортить в нем их будет достаточно сложно. Стекло — довольно привлекательный материал для первого чайника благодаря сравнительно невысокой цене. Однако я бы не рекомендовал начинать с него. Стекло очень быстро остывает, и чайники из него подходят больше под светлые чаи, под белые, зеленые, светлые луны. Темные чаи, такие как красные, пуэры, темные луны, будут очень быстро остывать и раскроются не так вкусно. Однако чай в стекле заваривается красиво и эффектно. Его можно выбрать чисто из эстетических соображений, но в качестве первого инструмента я бы советовал взять что-то более универсальное. Если вы уже какое-то время исследуете мир китайского чая, то наверняка слышали об асинской глине. Это пористый материал, обладающий рядом качеств, благодаря которым чайники из асина так популярны. Они хорошо держат температуру, даже если обладают тонкими стенками, поэтому отлично подходят под темные чаи. К изготовлению асинских чайников относятся довольно тщательно. У них гораздо реже встречаются дефекты сливы и крышки, которые можно заметить у бюджетных фарфоровых аналогов. И, что очень важно, асинская глина благодаря своей пористости впитывает в себя эфирные масла и через некоторое время нарабатывается, начинает изменять чай. Различные виды глины придают чаю разные качества. Как общее правило, темная красная глина лучше подходит под темные чаи, светлая желтоватая лучше подходит под светлые. Но асинской глины огромное множество и углубляться сейчас в их виды я не буду. Это тема для отдельного видео. Но на самом деле каждая глина довольно универсальна. Их эффекты не настолько сильны, чтобы испортить какой-либо вид чая. Однако свежие зеленые и нежные почечные белые в силу своей тонкости не очень хорошо подходят для заваривания в асинских чайниках. Они не очень любят высокую температуру и в такой посуде их будет очень легко перегреть. При выборе чайника из асина стоит также обратить внимание на равномерность глины. Ее цвет и количество вкраплений должны быть одинаковыми на всей поверхности чайника, как внутри, так и снаружи. Глина не должна быть излишне тусклой. Она должна немного блестеть на свету и при наработке этот блеск станет еще ярче. Хороший чайник из асинской глины отличный выбор в качестве первого, особенно если вы больше любите темные чаи. Также вы можете увидеть чайники из Гуанси и Юнани. Так называемая керамика Цинжоу и Циншуй. Их можно отличить по более темному, черно-коричневому цвету и полировке снаружи, однако не всегда. В этих регионах порой используют очень разные техники. По материалу и составу такие чайники похожи на своих асинских собратьев, однако они менее пористые и по передаче вкуса и аромата по свойствам ближе к фарфору, то есть практически никак не изменяют, а вот температуру держат как глина очень-очень долго. Я бы рекомендовал такие чайники в качестве первых. Они универсальны и подходят под любой вид чая. Отлично держат температуру и в отличие от асинской глины, видов которой огромное множество, вам не нужно будет думать над тем, какой чай вы будете чаще в нем заваривать. Еще важный фактор. Очень редко такие чайники бывают с проблемным сливом или непритертой крышкой. Как правило, даже более простенькие варианты крайне приятны в работе и удобнее, чем, например, фарфоровая. Ну что же, вы определились с, пожалуй, самым важным материалом. Будь то асинская глина, фарфор или керамика, последующие советы универсальны. По поводу формы существует несколько различных мнений. Некоторые считают, что определенные формы лучше раскрывают определенные сорта чая. Но вот сколько бы я не пытался понять и провести эксперименты, к такому выводу не пришел. Как по мне, форма это вопрос вкуса и качества и скорости слива. Самое важное, чтобы чайник вам нравился. Вот на что можно обратить внимание, это ширина крышки и верхнего отверстия чайника. Гузенькое отверстие. Будет сложно насыпать крупный лист и такой чайник будет сложнее чистить. Также обратите внимание на носик. Если он очень короткий или сидит слишком высоко или низко, то слив может оказаться медленным или неравномерным. Чайный лист может скапливаться возле отверстий и забивать слив. Лично я предпочитаю чайники с длинными носиками, которые располагаются ближе к верху чайника. Но это уже вопрос вкуса. Притертость крышки можно определить, пошатав ее из стороны в сторону, либо с помощью водяного замка. В чайнике, наполненном водой, нужно зажать одну из дырочек. Либо на крышке, либо в носике чайника. В идеальном варианте из второй вода течь не должна. Давайте проверим на этом. Не течет. И теперь делаем смертельный фокус с крышкой. Не падает. Если мы попробуем повторить эту операцию без воды, крышка отваливается. Сам по себе водяной замок в работе ни для чего не используется. Но сигнализирует о том, что крышка хорошо притерта. Если крышка будет сидеть неровно, то с высокой вероятностью во время чаепития из нее могут подтекать капли от той ручейки, от той водопада и кипятка. Когда вы найдете чайник, который понравился вам визуально, повзаимодействуйте с ним. Подержите в руках, проверьте удобно ли вам держать ручку. Попробуйте разные хваты. Посмотрите, плотно ли прилегает крышка. Часто бывает, что чайник выглядит красиво, но в руке не лежит. Это очень важно, ведь вам заваривать в нем чай почти каждый день. Когда найдете радующий глаз чайник, который еще и хорошо лежит в руке, попросите его пролить. Это стандартная процедура в любой хорошей чайной. И если вам в ней отказывают, срочно бегите. Это чуть ли не единственный способ понять, как чайник будет вести себя в работе. Насколько он тяжел? Насколько сбалансирован, когда полон воды? Не подтекает ли из-под крышки? Ровно ли течет струя из носика? Или брыжет во все стороны? Именно проливание чайника является завершающим этапом выбора. Поэтому, если у вас есть такая возможность, всегда проверяйте его перед покупкой. Или, если заказываете онлайн, приобретайте у проверенных продавцов. Давайте попробуем пролить пару чайников. Вот этот из эсинской глины. Для меня довольно удобно лежит в руке. Большая ручка и хороший быстрый слив. Можно заметить, что вода не брыжет в разные стороны, даже если я поднимаю чайник достаточно высоко. И попробуем пролить фарфорового товарища. Льет он хорошо, но можно увидеть, что немного подтекает из-под крышки. Это не критично, но не очень приятно. Давайте подытожим. Сначала мы выбрали материал. Исинская глина, если вы завариваете, преимущественно темные чаи. Керамика из гуанси или юнани, если хотите хороший универсальный инструмент. Либо же фарфор, если хотите хороший универсальный инструмент попроще и по более приятной цене. Форма, узоры, резьба. Те, что будут радовать глаз. Ну и наконец, внимательно проверить притертость крышки, качество слива и пролить чайник. Мои поздравления. Вот мы с вами и выбрали ваш первый инструмент. С вами был Никита. Всем пока и приятных чаепитий.